Музыка Давайте обратимся к Богу в молитве. Господь наш и Бог наш, мы приходим в Твое присутствие во имя Иисуса. Просим, чтобы Ты был с нами, когда мы будем изучать эту важную тему о времени скорби, о которой говорил Иисус. Мы верим в то, что мы видим в мире сегодня, уже знамение того, что эта скорбь грядет скоро. И мы хотим быть готовыми. И поэтому я прошу, благослови наши исследования, раскрой наши умы для понимания и сердца для принятия этой вести. Удали все, что может мешать нам услышать эту весть, чтобы мы могли принять истину, как она есть в Иисусе. И ради Него мы просим. Аминь. Я хочу обратить ваше внимание на четыре конкретные стадии, которые упоминают в конце времени пророчества Матфея 24 главы. Прежде всего, есть мерзость запустения, которая стоит на святом месте. В плане пророчеств последнего времени мы выяснили, что это представляет собой общенациональный закон о воскресном дне, который поставит весь мир перед выборами, разделит на две группы. Или те будут, кто соблюдает субботу, Божий день, и вторая группа тех, кто соблюдает воскресенье. Когда появится мерзость запустения, это знак для Божьего народа, чтобы покидать большие города, а затем готовится покидать и малые города. После того, как появится мерзость запустения, это знамение, народ Божий должен бежать, потому что за этим последует гонение. Вскоре после этого завершится время испытания. Весь мир разделится на две стороны, или на две группы, как в Иерусалиме. Те, которые отступили и остались в городе, они там остались и погибли. Те, которые поняли знамение, убежали и спаслись. После завершения времени испытания начнется великая скорбь, такой, как не было еще на земле. «Какой не было от начала мира до ныне и не будет», так говорит пророчество. Для того, чтобы понять, что означает эта великая скорбь, не в 9 стихе, а в 21 стихе, мы должны понять, что эта великая скорбь состоит из двух частей. Это одна скорбь, но она состоит из двух частей. Между ними есть какое-то время паузы. Позвольте мне провести такую иллюстрацию. Вы включаете DVD-плеер, нажимаете «плей», и вы смотрите фильм, например. И затем вы нажимаете на паузу, где-то там в процессе просмотра фильма. И потом, позже, вы опять нажимаете «плей», и с того же места будет возобновлено проигрывание. Вот точно так же эта великая скорбь. Это одна великая скорбь, но в ней две стадии есть. И пауза между ними. Что же это за две стадии такие? Я хочу упомянуть, прежде чем мы их определим, что первая стадия наихудшая по причине продолжительности. Она длилась 1260 лет. Вторая великая скорбь, вторая фаза, она наихудшая по интенсивности. Потому что, хотя она будет короткая, но это будет время великой скорби для Божьего народа. Итак, что это за две стадии? Первая – это период папского владычества во время 1260 лет, которые начались в 538 году по Рождеству Христову и завершились в 1798 году, когда папство получило смертельную рану в завершении Французской революции. Протестантская реформация сократила эту великую скорбь времен Средневековья. Вторая стадия великой скорби, или вторая часть, если хотите, это будет короткий период гонений в конце времени, после завершения времени испытания. И она сократится вторым пришествием Христа. То есть, есть только одна скорбь, которая разделена на две части, на две фазы, и пауза между ними. Хорошо. Какие есть библейские доказательства этому? В книге Откровения, 13 глава, упоминается зверь, который будет править 42 месяца. В других местах сказано, что это время времен и полвремени, или 1260 лет. На самом деле, это все 1260 лет. И в книге Откровения с 3 по 10 стихи упоминается, что это власть, которая ведет себя богохульно, попирает народ Божий, гонит Божий народ, и все девятцы, следя за ним, и так далее. Но к концу этого периода, в 13 главе, 9 и 10 стихи, говорится, говорится, что эта система получила смертельную рану. Теперь она уже не при власти. Это, так сказать, нажали паузу. Но в 3 стихе говорится о том, что смертельная рана исцелеет, и весь мир будет дивиться, следя за зверем. И затем будут гонения, как и было на первой стадии существования папства. Также нам необходимо изучать семь печати, особенно пятую и шестую печать, для того, чтобы понять исторические рамки, исторические параметры этой скорби. Я хочу открыть шестую главу книги Откровения, шестая глава, с 9 по 11 стихи. Здесь упоминается два периода гонений. Не один, а два. Двое фазы. Это две фазы одного гонения. Первые четыре печати, белый конь, это завоевание христианской церкви, ранней христианской церкви. Рыжий конь, это гонение со стороны Римской империи на христиан. Затем третье, это вороной конь. Это событие во время императора Константина, когда язычество входит в церковь. Четвертое, бледное, бледный конь, это период 1260 лет папского владычества, когда гнали святых Всевышнего по религиозным убеждениям. А теперь давайте к пятой печати перейдем. Она следует за бледным конем. И теперь святые взывают. Взывают о возмездии, о справедливости. Итак, 9 стих. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Да коли, владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Итак, они задают два вопроса. «Сколько еще времени до суда?» И второе, «Не мстишь за кровь нашу». А теперь 11 стих. «И даны были каждому из них одежды белые». То есть, им не нужно переживать, они в безопасности. Фактически, они буквально возопьют. Это как кровь Авеля взывала о справедливости, когда Каин убил его. Авель символически взывал. Это как бы справедливость взывал. «И даны были каждому из них белые одежды, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополняют число». Итак, еще будет еще одна группа, которые будут убиты в будущем. Здесь говорится об этом. Есть те, которые уже взывают о справедливости и возмездии. Им даны были белые одежды, им как бы сказано, что «Успокойтесь, с вами ваши дела уже решены, у вас все в порядке, вы спасены, но еще будут мученики, которые дополнят число». Итак, здесь две группы гонений, потому что папство будет иметь две фазы владычества. Эллен Уайт также говорила о периоде гонений прошлого. Она писала в книге «Великая борьба», страница 59. Здесь имеется в виду владычество папства в течение 1260 лет. «Изуродованные тела миллионов мучеников взывали к Богу об отмщении от этой этой отступнической державе». Итак, первая стадия – это мученики, как здесь говорится, «изуродованные тела миллионов мучеников взывали к Богу об отмщении». Но Эллен Уайт также говорила и о второй стадии гонений папских. Пятый том, свидетель для церкви, 451-я страница. «Вопли верных, гонимых людей возносятся к небу. И как кровь Авеля вопиет от земли, так и из могил мучеников, из пучины морской, из горных пещер, из монастырских застенков к Богу взывают голоса, «Да коли, владыка, святые истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И здесь она пишет о последней группе мучеников. То есть, она понимала, что у папства будет две стадии. Она понимала, что гонения будут в двух стадиях. Книга Даниила, 11 глава, представляет тот же сценарий. Когда вы изучаете 11 главу с 30 по 39 стих, там описан период папского владычества. Там есть много общего с 7-8 главой и деятельностью небольшого рога. то есть, это период владычества папства. Однако, с 40 по 45 стихи описывается будущая деятельность папства, которая будет стремиться уничтожить многих, потому что придут вести с севера и с востока. Это громкий клич, который описан в книге Откровения, 18 глава, и весть о запечатлении из книги Откровения, 7 глава. Эллен Уайт видела, что в 11 главе упоминается две стадии папства. В опубликованных рукописях 13 том, страница 394, Эллен Уайт писала, «Мы не можем терять время, нас ожидают смутные времена. Мир будоражит дух войны. Вскоре сбудутся события, о которых возвещали пророчества». И затем обратите внимание, пророчества 11 главы книги Даниила уже почти сбылись. И затем она говорит, «Большая часть истории, предсказанной в пророчествах, повторится». То есть, история папского владычества повторится. и это будет в будущем, когда папство восстановится после нанесенной смертельной раны. Обратите внимание, она не говорит, что пророчество повторится, а большая часть истории повторится. И причина тому следующая, «Та же власть, которая гнала народ Божий в прошлом, будет гнать его и в будущем». Затем она говорит, «В 30 стихе говорится о власти, которая упадет духом и возвратится и озлобится на Святый Завет и исполнит свое намерение и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета». И затем она цитирует с 31 по 36 стихи, это период папского владычества, и она говорит, «Произойдут события, похожие на описанные в этих словах». То есть, обратите внимание, что в будущем пророчество, не пророчество, вернее, а история повторится вновь, а пророчество идет дальше, с 30 по 39 стихи это уже прошлое, а с 40 по 45 это будущее. То есть, будет не повторение пророчества, а повторение истории, событий истории. Обе стадии скорби наихудшие в истории. Первое, по причине своей продолжительности, второе, по причине интенсивности. Вот еще один интересный элемент. Ближе к концу первого периода были знамения на небе, на солнце, луне и звездах. Солнце помрачилось, луна выглядела как кровь, и звезды пали, небесные, и затем было великое землетрясение. Это произошло в 1755 году, великое землетрясение, 1780, затмение луны, и луна как кровь, вернее, солнце, и луна как кровь, выглядела, и затем 1833 год, падение звезд. эти знамения указывали на то, что должен начаться суд в пользу святых, то есть тот, который оправдает святых, начиная с тех, которые были умерщвлены в прошлом, и он завершится еще оправданием тех, которые будут гонимы незадолго до окончания времени испытания. Итак, есть знамения на небе, которые указывают на том, что суд над мертвыми праведниками начинается. Это следственный суд. Затем есть знамения, которые указывают на второе пришествие Христа. Они немного отличаются, потому что в Евангелии от Матфея 24 глава, стих 30, говорится о том, что солнце помрачится, там сказано, что и луна помрачится, там не сказано, что она превратится в кровь, и звезды падут и не дадут света своего. Это будет объявление о том, что наступает стадия мести за святых. Я хочу, чтобы вы уловили этот момент. Есть две группы мучеников в прошлом, которые погибли от рук папства, и мученики в будущем, а между этими двумя гонениями и убиениями будет пауза. Также мученики взывают о справедливости и о возмездии. И Бог дает некоторое знамение на солнце, луне и звездах, которое указывает на то, что суд должен начаться, это справедливость, а затем еще будет знамение перед вторым пришествием Христа, которое указывает, что теперь начнется возмездие за кровь мучимых и гонимых в этих двух стадиях. Обе стадии связаны с субботой. Вы можете спросить, как это связано? Потому что в книге Данила 7.25 сказано, что небольшой рок, который представляет собой папство, не только преследует святых Всевышнего, не только он извергает богохульство против Всевышнего, но он также возмечтает изменить праздничные времена и закон. И папство заявляет о том, что у него есть власть менять Божий закон. И более конкретно, поменять день поклонения с субботы на воскресенье. Эти цитаты я давал в других исследованиях, которые вы можете найти на нашем сайте secretsandsill.org. Эллен Уайт писала об этих двух периодах скорби. В книге «Желание веков», страница 630, пятый абзац, она писала о первой стадии. «Тогда будет великая скорбь», сказал он, «какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся дни». она цитирует 21-22 стихи Евангелия от Матфея 24 глава. Далее она объясняет, что это значит. «Более тысячи лет продолжались такие гонения на последователей Христа, каких мир никогда не знал ранее. Миллионов его верных последователей предстояло умереть. И если бы Господь не простер свои руки, чтобы сохранить свой народ, все бы погибли. «Но ради избранных сказал он сократятся те дни». То есть она говорит больше тысячи лет. Это период гонений на Божий народ со стороны католического папства на протяжении 1260 лет. Но Эллен Уайт также говорит о том, что эти слова относятся и к будущему. Вы спросите, как это они к будущему относятся? Просто есть две стадии. Это одно гонение, но оно разбито на две стадии. В журнале Ревью и Геральд Эллен Уайт писала, «Мы должны понять, что вскоре на землю падут суды Божьи, и нам с максимальной настойчивостью необходимо возвещать предупреждение, которое Господь повелел нам донести жителям земли». И затем она цитирует эти слова, «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не была от начала мира до ныне и не будет». Это 22 ноября 1892 года. То есть, смотрите, она эти слова относит к прошлому, а также к гонениям будущего. Вы спросите, почему так? Разве есть две великие скорби? Нет, есть одна великая скорбь, но есть пауза в ней. По сути, это то же самое гонение, потому что та же власть, папства гонит Божий народ на обоих стадиях. Давайте сравним последовательность событий, описанные в Матфея 24 главы с книгой Откровения. Еще раз хочу процитировать из книги Великая борьба, страница 614. Она говорит, «Весь мир подвергнется более страшным разрушениям, чем Иерусалим в древности». То есть, она сравнивает разрушения, которые будут в мире, с разрушением Иерусалима в древности. Итак, какая последовательность есть в Евангелии от Матфея, 24 глава, затем перейдем к Откровению. Во-первых, Иисус говорит о проповеди Евангелия по всему миру, а в книге Откровения это весть первого ангела, которая идет и проповедуется ко всякому племени, колену, языку и народу, чтобы приготовить мир к грядущим событиям и призвать поклониться Богу Творцу. Затем возвращаемся к Матфея 24 главы. После того, как в 14 стихе предсказываются проповеди Евангелия в 15 стихе идет разделение на две группы тех, кто получил печать Божьей и начертание зверя. Как и были при разрушении Иерусалима две группы. Одни оставили город, другие остались в городе. А в книге Откровения что об этом говорится? Там также говорится о двух группах. Те, которые получили печать Божью или знак Божий, это суббота, и те, которые получили начертание зверя. Это соблюдение первого дня недели. Позвольте прояснить, что еще до сих пор никто не получил начертание зверя. Только после того, как мир ясно поймет все вопросы, связанные с субботой и воскресеньем, но люди все равно, несмотря на доказательства, будут соблюдать воскресенье, тогда они получат начертание зверя. До сих пор тысячи и тысячи искренних христиан не понимают этой темы, но когда будет возвещен громкий клич под влиянием Духа Святого, тогда они присоединятся к народу остатка. Мир разделится на две группы, как Иерусалим разделился на две группы. И затем будет завершение времени испытания или благодати. Те, которые остались верными Богу, оставляют город и остаются в городе нечестивые люди. В это время завершается время милости или испытания. Тогда начинается скорбь. В Евангелии от Матфея 24 глава сказано, что тогда находящиеся в Иудее добегут в горы и далее великая скорбь. А в книге Откровение, где есть параллель, это язвы, которые описаны в 16, 17 и 18 главах Откровения. Затем грядет пришествие Иисуса Христа. И в 19 главе книги Откровения также описано пришествие Христа. Он идет на белой лошади, чтобы спасти свой народ. Итак, Матфея 24 глава и события, описанные в книге Откровения, описывают параллельно те же самые события. Давайте теперь посмотрим на последовательность событий в синаптических Евангелиях. Это Матфея, Марка и Луки. Эти три Евангелия. Я уже говорил об этом раньше, но, возможно, сейчас смотрят те, кто не смотрели предыдущие наши презентации. Я быстро повторю. Прежде всего, в Евангелии от Матфея 24 глава 6 по 8 стих описано, что будут войны, военные слухи, народ восстанет на народ, царство на царство, будут глады, моры, землетрясения, будут войны, будут бедствия всевозможные, эпидемии или моры, как здесь говорится. И все это для того, что сатана хочет обвинить Божий народ, соблюдающий Святую Субботу. В 9 стихе сказано, тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Затем, в 10 стихе сказано, и тогда соблазняться многие, то есть, те, которые казались искренними, верующими, они будут потрясены, они будут просеяны, они оставят веру из-за гонений. И вот в это время, когда народ Божий будет гоним, это еще не великая скорбь, но это просто скорбь, в это время народ Божий поведут к правителям, к царям, к президентам, чтобы они свидетельствовали о своей вере. И сказано, что им не нужно будет обдумывать, что говорить, потому что Дух Святой, который будет излит в силе позднего дождя, даст им слова, которые нужно будет говорить. В это время появятся лжепророки. Эти лжепророки это те, которые оставили Божий народ, которые оставили эту весть, потому что они не хотели, чтобы их преследовали и гнали. И из-за этих лжепророков беззаконие умножатся и во многих охладеет любовь. Но сказано, что претерпевший же до конца спасется. Затем проповедна будет Евангелие по всей вселенной. Это трехангельская весть возвестится по всему миру. Откуда мы знаем, что это трехангельская весть? Иисус говорит, что проповедна будет Евангелие царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам и тогда придет конец. И весть первого ангела в книге Откровения говорит о том, что ангел имел вечное Евангелие, чтобы возвещать его всякому племени, колену, языку и народу. Это тоже Евангелие, только в контексте последнего времени. Евангелие. Итак, Евангелие проповедуется, а затем в завершении времени испытания это появление мерзости запустения, которое, как мы изучали с вами, это римские флаги с орлами, с распростертыми крыльями и также солнце или этот золотой венец, который представляет солнце. И в конце концов, это Соединенные Штаты, на печати которого орел. И вот этот знак, это знамение мерзость запустения, это воскресный закон, разделит весь мир на две группы. Тех, которые решили отвергнуть печать Божью и получить начертание зверя, и те, которые получают печать Божью и отвергают начертание зверя. То есть, другими словами, воскресный закон разделит весь мир на две группы. Те, которые погиб, остались в Иерусалиме, те, которые убежали, были спасены. Две группы. Божий народ также в последнее время должен будет бежать из больших городов, а затем и из малых. Потому что будет считаться, что из-за этих соблюдающих субботу мир постигли все эти бедствия. И опять возобновятся гонения. И затем сказано, что никто из народа Божьего не будет, не погибнет после завершения периода благодати. Никто из живых праведников не погибнет то время. Затем после этого в конце времени испытания будут знамения на солнце, луне и звездах, что они помрачатся. Это мрак пятой главы, пятой, вернее, печати книги Откровения. И затем знамение Сына Человеческого появится на небе. Это будет объявление того, что Иисус начинает второе пришествие. И это небольшое облако в половину человеческой ладони появится, оно будет нарастать, и оно станет большим белым облаком, и мы увидим, что Иисус появится над землей, не на земле, а над землей, и Он пошлет ангелов Своих собрать от четырех ветров Своих избранных. Давайте теперь поговорим о бегстве в Евангелии от Матфея 24 глава, теперь стих 21. Мы прочитаем еще раз этот стих. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». Слово «тогда» очень важное. Вы спросите, почему? Потому что мы отмечали уже раньше, что Евангелие от Матфея 24 глава, все пророчества этой главы написаны в хронологическом порядке. Шестой стих. «Увидите войны, военные слухи, это еще не конец. Глады, море, землетрясения, это начало бедствий. Затем будут предавать вас на мучения и убивать вас. Затем многие соблазнятся, и они будут предавать друг друга. Затем много лжепророков восстанет и пролистят многих. И затем 14 стих. Тогда будет проповедна Евангелие. И затем мерзость запустения появится 15 стих, 16 стих. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». То есть идет последовательность событий. И вот слово «тогда» оно как раз является переходным. В пятом томе «Свидетель для церкви», страница 451, Эллен Уайт объясняет, что общенациональный закон о воскресном дне – это знамение для народа Божьего, после которого нужно бежать. После этого начнется время скорби. На первой стадии времени скорби народ Божий бежал в бежал, чтобы избежать гонений. Народ Божий в то время убегал уже в запустелые или в пустынные места земли. Да, в Альденце, например, Пимонские горы были их убежищем. Но в конце времени на второй стадии народ Божий тоже будут бежать в пустынные места земли. В книге «Великая борьба», страница 635, здесь говорится о том времени, когда закона воскресного или указ о воскресном дне должен быть приведен в исполнение. Народ Божий, кто в тюремных камерах, кто в потаенных убежищах лесов и гор, все еще взывает к божественной защите, а повсюду вооруженные толпы, подстрекаемые бесами, повсеместно готовятся к массовым убийствам. Возможно, вы думаете, пастор Бор, то, что вы говорите, это какое-то безумие. То есть, вы хотите сказать, что придет время, когда людей приговорят к смертной казни за то, что они соблюдают субботу. Да не может быть такое в Америке. Это же земля свободных и мужественных людей. Книга Откровения говорит нам о том, что когда Бог отпустит четыре ветра небесных, они сейчас удерживаются, но Он их отпустит. То есть, Он отнимет Духа Святого от земли. И тогда нераскаившиеся люди попадут под полный контроль сатаны. И только верные Богу люди, которые получили печать Божью, получат защиту. Все остальные будут под влиянием сатаны. То есть, ничего уже хорошего в людях не останется. И Эллен Уайт говорит о том, что сердце людей может быть очень жестоким, когда оно лишено влияния Духа Божьего. В Евангелии от Матфея, 24 глава, 22 стих, говорится о том, что сократятся те дни, дни скорби. Мы читаем в 22 стихе, и если бы не сократились те дни, то есть дни скорби, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Как я уже говорил раньше, на первой стадии те дни сократились благодаря протестантской реформации, а на второй стадии те дни сократятся Божьими словами, которые укажут на то, что Бог избавит свой народ от смертного указа. Очень важно понять, что избранные переживут скорби. Бог не избавит их, Он не возьмет их, Он не восхитит их на землю до гонения. Потому что когда Иисус придет, то Он соберет избранных Своих от четырех ветров земли. Почему Он соберет от четырех земли Своих избранных при втором пришествии, если Он уже забрал их на небо за семь лет до того во время восхищения? Нет. Народ Божий переживет время скорби. Самый тяжелый период в истории земли по интенсивности гонений. И когда мы должны готовить свой характер, чтобы выстоять в то время? Друзья, это время сейчас. Если мы доживем до того момента, и мы не будем готовы, мы не сможем его пережить. Вот почему Иисус говорит, боджуете, молитесь, трудитесь, обращайте внимание, потому что вы не знаете, когда придет это время. Сатана будет использовать лжеучителей, чтобы убеждать христиан, что им не нужно будет переживать время скорби. Сатана знает, что нам нужна особая вера, чтобы пережить это время. Позвольте мне привести иллюстрацию. Когда человек готовится к урагану в Калифорнии, когда предсказывается, что ураган будет во Флориде, нет. Если как верят футуристы, все события скорби произойдут после восхищения, зачем тогда нужно изучать эти периоды земной истории? А кто такие избранные? Можно прочитать в послании к римлянам 8 глава с 32 по 37 стихи. Там говорится, избранные это оправданные Христом. То есть, это истинные последователи Христа. Есть притча, которую высказал Иисус, которая описывает то, что произойдет в это время земной истории. Я называю ее притча «Настойчивой вдове». Это вдова из Евангелия от Луки 18 глава. Эта взыва приходит к судье и просит восстановить справедливость и защитить от противника ее. Это очень похоже на пятую печать судить и мстить. Вдова приходит и проходит, но судья никак не реагирует. То есть, есть время промедления. И в конце концов, он ее защищает. Что означает эта притча? Вдова это народ Божий последнего времени, остаток народа Божьего. Судья это Бог, а противник это Сатана. Сатана будет бороться с Божьим народом. И во время скорби народ Божий будет взывать Господу и говорить Господи, доколе не судишь ты тех, которые проливали кровь народа Твоего здесь на земле. И Господь допустит промедление. Время скорби это время промедления. Бог не ответит сразу же. но в конце концов Бог сократит те дни и Он совершит справедливость не для того, чтобы народ Божий отвязался от Него, а потому, что Он любит их. В книге Великая борьба страница 631 это глава о времени скорби в этой книге. Эллен Уайт объясняет значение скорби и она ссылается на Матфея 24 главе. Это аллюзия. Она говорит, но ради избранных сократятся те дни. Я хочу прочитать эту цитату из книги Великая борьба 631 страница. Помните, что здесь говорится о второй фазе скорби. Здесь сказано так. Она цитирует Матфея 24 главу, но ради избранных сократятся те дни. Это прямо из 22 стиха она цитирует. Затем она комментирует Небесные стражи верные своему долгу продолжают бодрствовать. Хотя указом уже определено время, когда должно предать смерти всех соблюдающих заповеди Божьи, но враги попытаются сделать это раньше. То есть еще до времени этого некоторые попытаются сделать это раньше. Однако никто не сможет пройти сквозь могущественный строй стражей, охраняющих каждую верную душу. Во время бегства из городов и селений некоторые подвергнутся нападению, но поднятые против них мечи сломаются и падут бессильно, как соломинка. Другие будут защищены ангелами в облике воинов. То есть никто из народа Божьего во время скорби не будет убит, не пострадает в таком смысле слово. Но народ Божий должен будет выдержать все это до конца и тогда будет спасен. Затем Матфея 24 глава 23 стих. Это все еще период великой скорби. Иисус говорит, если кто скажет вам вот здесь Христос или там не верьте, то есть в какой-то момент к концу периода скорби сатана попытается подделать второе пришествие Иисуса, чтобы прельстить если возможно и избранных. Слово тогда в 23 стихе указывает на это точно. Тогда сказано, если кто скажет вам вот здесь Христос или там не верьте. И так это происходит после завершения времени испытания. Есть спор среди адвентийских богословов относительно того, будет ли это поддельное пришествие до окончания времени скорби или после окончания. Некоторые говорят, что это будет до окончания времени скорби, другие говорят, что после. Те, которые говорят, что это будет до окончания времени скорби, они кажутся тоже имеют логику определенную. Если сатана знает, что он не сможет прельстить избранных после окончания времени испытания, то зачем ему это делать? А поэтому он будет стараться прельстить избранных еще до окончания времени скорби. Но такая логика не на 100% верна. Давайте я представлю два доказательства того, что это будет после завершения времени скорби. Первое, это поддельное пришествие Христа. В книге «Великая борьба» описывается время скорби, а это уже после окончания времени испытания. Второе доказательство. Матфея 24 глава написано в хронологическом порядке. И слово «тогда» имеется в виду после предыдущего события. Сказано «тогда будет Великая скорбь». Это еще в 21 стихе. То есть она начнется, Великая скорбь, и это после окончания времени испытания. Но кто-то скажет, Пастор Борр, ну какой смысл с это не подделывать второе пришествие после завершения времени испытания? Ведь более логично ему это сделать до завершения времени испытания. Тогда, возможно, будет как-то прельстить избранных. А после окончания времени испытания он будет понимать, что эти люди запечатлены, и уже они не изменят своего мнения. Какой смысл ему это делать тогда, подделывать второе пришествие? Позвольте привести вам пример, чтобы вы могли понять, почему сатана будет делать это после завершения времени испытания. Все очень просто. Сатана – это сатана. Он не сдается. Он пытается противодействовать Богу. Он знает, что в Евангелии от Матфея 24 глава сказано, что он будет стараться прельстить, если возможно, избран, хотя это и невозможно. Зачем же тогда он будет это делать? Потому что он вынашивает мысль, что, возможно, хотя бы еще раз он сможет успешно противостоять Богу, и то, что сказал Бог, не исполнится. Откуда я это знаю? Позвольте вам привести параллель. Или... Ну да, параллельную иллюстрацию. Знает ли сатана, что он не сможет захватить небесный город Иерусалим? Откровение 20 глава. Знает ли он это? Ну, если он не знает, то он не очень тогда умный и хитрый. Потому что в книге Откровения написано, что когда они окружат город с нечестивыми, то огонь с неба сойдет от Бога и пожрет их. Зачем же сатане тогда, после уже тысячелетнего периода, когда нечестивые воскреснут? Зачем ему атаковать этот город? Зачем ему идти на него? Он же знает, что его время обречено. Сатана – это сатана, вы понимаете? Во время великой скорби он скажет, «Да, я не смог одержать победу над этими избранными, но, возможно, я смогу противостоять Божьему Слову. И, возможно, я смогу все-таки их прельстить». И в Евангелии от Матфея, 24 глава, с 24 по 26 стих мы читаем, «Ибо восстанут лжи Христы и лжепророки». То есть, опять появятся они. Они будут винить народ Божий. Они будут говорить, что нам нужно соблюдать первый день недели. Если мы начнем это делать, то все восстановится. Природа восстановится, экономика восстановится. Все восстановится. «Ибо восстанут лжи Христы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Итак, если скажут вам, вот, он в пустыне, не выходите, вот, он в потаенных комнатах, не верьте. Если кто-то явится там и скажет, что он Христос, не ходите, не смотрите. Ни в пустыне, ни в потаенных комнатах. Потому что сатана будет стремиться подделать второе пришествие Христа. Прочитайте 2 Фессалоникийцам 2 глава. Там говорится об этом. В начале главы Павел говорит о пришествии или парусии Иисуса. Но позже, в 9 стихе, он говорит о пришествии беззаконника. Это то же самое слово «парусия». То есть, сатана будет стремиться подделать второе пришествие Иисуса Христа. Он будет стремиться подделать истинное второе пришествие Христа. Потому что дьявол не только старается подделать что-то истинное, он старается подделать это наперед, то есть до того, как это произошло. В 25 стихе Иисус говорит, «Вот я наперед сказал вам». То есть, очевидно, что это было написано не только для апостолов, но и для нас также, которые будут жить в эти последние дни земной истории. Теперь я хочу прочитать вам описание поддельного или ложного второго пришествия Христа из книги «Великая борьба», страница 624-626. Это будет длинная цитата, но очень важная. Она пишет, «Заключительным актом великой драмы обольщения станет попытка сатаны выдать себя за Христа. Церковь давно заявляет, что ожидает пришествия Спасителя как исполнение своих надежд. Теперь великий обманщик создает видимость пришествия Христа». И вот здесь ключевой момент. В различных частях мира сатана будет появляться среди людей в виде величественного существа, окруженного ослепительным блеском, напоминая собой Сына Божьего, описанного Иоанном в Откровении. Там сказано, что «Лицо Иисуса, воскресшего и вознесшегося Иисуса, сияло, как солнце». Эллен Уайт говорила об этом, что это существо будет сиять ослепительным блеском. Слава окружающей его превзойдет все, что когда-либо видено человеком. Торжественные возгласы наполнят воздух. «Христос пришел! Христос пришел!» В величайшем восхищении люди падают перед Ним. Представьте себе поклонение дьяволу, думая, что это Христос. Он поднимает руки, дальше сказано, «и благословляет их, как это делал и Христос, будучи на земле». Послушайте дальше. «Голос у Него мягкий и приглушенный, и вместе с тем мелодичный. Словами полной нежности и сострадания Он повторяет некоторые из тех благодатных небесных истин, сказанных когда-то Христом, исцеляет болезни и затем, подражая Христу, объявляет, что перенес субботу на воскресенье и повелевает всем светить день, благословенный им. Он заявляет, что все, продолжающие упорно светить седьмой день, хулят Его имя. То есть Он заявляет о том, что Он Христос, и эти люди хулят Его имя, отказываясь слушать ангелов, несущих им свет и истину. «Какой сильный и почти непреодолимый обман!» И дальше объясняется, что будут делать избранные. Он не сможет прелестить избранных. «Но народ Божий не удастся обмануть. Учение лже Христа противоречит Священному Писанию. Он, то есть Сатана, благословляет тех, кто поклоняется зверю Его образу. И именно тех, о ком Библия говорит, что над ними будет излит гнев Божий без всякой милости». То есть, другими словами, Сатана заявляет, что Он Христос, объявляет благословение тем, кто поклоняется зверю Его образу. Удивительно. Она продолжает. «Более того, Сатане не позволено подражать способу пришествия Христа. То есть, другими словами, как Христос придет, манере пришествия. Спаситель предостерегал Свой народ от подобного обмана, ясно указывая на то, как будет происходить Его пришествие». И далее она цитирует Матфея 24 глава. «Ибо восстанут же Христы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». «Итак, если скажут вам, вот Он в пустыне, не выходите, вот Он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока», она цитирует теперь 27 стих, «как молния исходит от востока и видна, бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Очень красочное описание, так или нет? Второго пришествия Иисуса Христа. Эллен Уайт продолжает. «Такое пришествие, настоящее пришествие имеется в виду, подделать невозможно. О нем станет известно повсюду, его увидит весь мир». То есть, другими словами, Христос не будет являться где-то в пустынях, и люди там по Сианену знают, что Иисус в пустыне, или Он где-то в потаенных комнатах, и вы смотрите Fox News, или какой-то другой канал, где показывают его в потаенных комнатах. Нет, все будут знать об этом. Библия говорит, что всякое око узрит его. Люди... Тогда нельзя будет доверять своим глазам, своим ушам, своим чувствам и эмоциям, своим впечатлениям, или даже свидетельствам других людей. Верные Богу люди смогут распознать подделку двумя путями. Эллен Уайт упомянула их, но я хочу подчеркнуть, каким образом Божий народ поймет, что это подделка. Прежде всего, манера пришествия Христа, или способ пришествия Христа. Это будет противоречить тому, как придет Иисус. Матфея 24, 30. Здесь сказано, что Иисус пошлет ангелов своих, чтобы собрать избранных от четырех ветров. То есть, Иисус не станет на землю и не будет ходить по земле и собирать своих спасенных, избранных. Нет, сказано, что Он пошлет... Находясь над землей, Он пошлет ангелов, чтобы собрать своих людей. И затем, 2 Фессалоникийцам 4 глава, говорится, что они восхищены будут в облаках в Сретине Господу, то есть, над землей. Кстати говоря, 2 Фессалоникийцам 2, 1, говорится о Парусии, Иисуса Христа, и нашем собрании к Нему. То есть, Он не придет собрать нас на земле. Мы будем собраны к Нему на небо. Иоанна 14 глава, с 1 по 3 стихи. Помните, Иисус говорил, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Он говорит, «Я иду приготовить место вам». «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас...» «И установлю здесь царство на земле». Нет, часто это неверно цитируют. Там сказано, «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы где я, там были и вы». То есть, Он возьмет нас в дом Отца. Иисус говорит, «В доме Отца Моего обителей много». И затем Он говорит, что Он возьмет нас к себе, то есть, в дом Отца. Итак, это первый метод определения подделки. Это способ пришествия Христа. Давайте прочитаем 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 15 стиха. «Ибо сие говорим вам Словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим или не опередим умерших». Потому что, дальше второе пришествие описывается, «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Что будет дальше, 17 стих? «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках», то есть, теми, кто умер и воскрес до того, «восхищены будем на облаках, встретене Господу на воздухе». «И так всегда с Господом будем». «И так утешайте друг друга семи словами», говорит Павел. Итак, способ пришествия Христа отличается от ложного пришествия. Но также учение этого лже-Христа будет отличаться от истинного учения. Что будет говорить истинный Христос? Как я уже читал, лже-Христос будет говорить о том, что причина бедствий в мире заключается в том, что этот народ соблюдает субботу. Если мы сможем от них избавиться, то у нас опять будет мир и процветание на земле. Матфея, 24 глава, стих 28. Это последний стих, который мы будем изучать. Здесь очень интересная деталь упоминается. Вы помните, что в первом разрушении Иерусалима орлы там сыграли роль. Это еще при Новоходоносере. При втором разрушении Иерусалима там тоже римские стяги были, римские флаги были этим знаменем. И помните, что там за знаменье? Это орел с распростертыми крыльями и над ним солнце. Вот почему Матфея, 24, 28, очень интересный стих. «Ибо где будет труп, то есть мертвые тела, там соберутся орлы». Я надеюсь, что вы поняли то, что мы изучали с вами до сих пор о великой скорби. В следующей теме мы будем еще говорить о знамениях на солнце, луне и звездах, потому что мы это еще не разобрали. И мы еще будем говорить о знамении Сына Человеческого на небе. И затем о пришествии Иисуса Христа в силе и славе великой и том, как он соберет своих избранных и возьмет их на облака в Сретине Господу и затем возьмет на небо. Итак, народ Божий пройдет через время скорби тех, кто останутся в живых. Что же нам теперь нужно делать? Нам необходимо строить близкие отношения с Иисусом Христом, молиться, как никогда ранее, бодрствовать, трудиться для Господа, как никогда ранее, использовать свои дары и таланты для его славы, чтобы мы приготовились к торжественным событиям, которые вскоре произойдут в этом мире. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова